Включается, те кто будет смотреть записи. Сегодня я хочу провести вместе с вами такую спа-процедуру на дому, практику, которая очень хорошо напитает нашу кожу влагой и плюс еще потом с помощью масочки мы напитаем полезными веществами, кроме того, что мы водичкой напитаем хорошо. Ну, подобно хамаму нашей процедуры сегодня будет. Нам для этого понадобится полотенце, ну, такого примерно размера, это то, которое можно голову обмотать. Мы голову обматывать им не будем, мы будем это полотенечко мочить, слегка отжимать и прикладывать вот таким образом к лицу. Все буду объяснять по ходу. Если у кого-то есть вот такого типа масочка, вообще будет просто замечательно. Она к лицу прикладывается, вот мочится, отжимается слегка и к лицу вот так вот ее наносится. Прикольно. Вот, да. 150 рублей, по-моему, такая маска стоит, то есть, ну, дешево-сердито и очень неудобно, потому что полотенечко не очень удобно. Сейчас покажу, в чем разница. Но полотенце зато держит тепло дольше. Там понадобится либо кран с горячей водой, либо емкость с горячей водой. Горячесть воды, температура воды зависит от того, насколько ваша кожа позволит выдержать температуру высокую, да. Если, например, проявления купероза уже какие-то есть, то температура, ну, не выше 50 градусов тогда должна быть у воды. Она, температура потихоньку потеряется, когда мы отожмем полотенце и будем прикладывать его к лицу и к шее. Оля, я проявляю, что сейчас мы все-таки, вот я, например, уже встала-то давно, да, и люди, наверное, давно, если там накладывали крем, еще что-то, мы сейчас должны все-таки умыться, очистить. Лучше, да, конечно, лучше очистить это вот умывающим средством каким-то, да, лучше снять вот это вот, то, что успела, ну, накопиться жир, да, грязь какая-то прилипнуть, кто-то на улицу уже сходил, да, да, лучше, конечно, умыться. Я вот умытая сейчас, поэтому я буду делать процедуру прямо сейчас, вот, что нам нужно? Итак, я включаю горячую воду, я стою в ванне, у меня есть доступ к горячей воде, включаю максимально, насколько могу, вот, горячую воду. Полотенце, полотенце вот таким вот образом мы колбаской свернули и мочить мы будем вот эту серединку, ушки мы оставляем, серединку мы мочим, сейчас намочим серединку. Намочили серединку горячей водой, отжали, отжали, расправили вот таким вот образом и вот это горяченькое полотенце вот так на лицо наносим и оставляем носик. Ира, слышно? Да, все слышно, я уже делаю. Хорошо. И прямо промакивающими движениями рук, такими прям приятно, как бы приближаем полотенце к лицу. Вот, колбу, глазки, щечки. Прям прикалкуйте, девчонки. Почувствуйте, как это приятно, вот это вот влажное тепло, мы как будто бы в хамаме находимся. Да, это очень приятно, правда. Очень приятно, да. Потом прикладываем вот так, зону ушек, чтобы погреть, и подбородочную зону приложили. Видите, я уже сразу краснею. Приложили. И вот туда, на шею. Прям можно до задней поверхности шеи, чтобы у нас там под затылочком тоже погрелось. Вот. Прям так ощутите, какой это кайф. Прогревание. Подбежали. Полотенце потихонечку остывает, то есть мы на шею уже кладем полотенце не такое горячее, как на лицо. Но все равно, у кого проблемы со щитовидной железой, вот эту вот процедуру на шею непосредственно делать не нужно. На подбородочную зону еще можете приложить, а сюда уже не надо. То есть на абсолютном здравии в области щитовидной железы. Тем, у кого проблемы, например, с трохеей, со связками, вот это прогревание будет, наоборот, очень полезным. Так, у нас полотенце немножко остыло, мы снова мочим его. Снова мочим. Отжимаем. Снова к лицу. И снова прикладываем на лицо. Прячем прямо вот так вот наше лицо. И промакивающими движениями рук греем. Можно завязать вот так вот, попытаться, попытаться завязать на голове, как-то зафиксировать. Мне очень нравится гладкий греть. Буквально где-то секунд тридцать на лице. Возле ушек прям вот так прогреваете, девочки. Ладошки возле ушек. Щечки. Возле носика. Прямо так понаслаждайтесь этим теплом. На подбородочную зону. Область около ушных лимфоузлов. Вот так вот. Как будто у нас тут зубки болят или ушки болят. Приложили. Погрели. Оля, приблизительно на каждую зону секунд по тридцать или по минутке? Да, нет, секунд по тридцать. Потому что мы делаем это не разово, а будет у нас три-четыре подхода разогревающих. Все, поняли. Да. Поэтому долго держать здесь не надо. Секунд тридцать. Приложили и ушли на шею. Ушли на шею. Очень хорошо потом прям напитывается тоже шея и кольца Венеры даже ощущение, что они становятся более расправленными, такими более расслабленными. Нет вот этого стягивания внутрь. Подержали. Полотенчик остыл. И снова его мочим в горячей воде. Я сейчас покажу, как это выглядит будет с маской. Так. Масочку. Ну, маска держит тепло хуже, чем полотенце. Поэтому я ее отжимаю меньше, чем полотенце, чтобы хоть как-то оставалась вода. Вот. Вот такая вот красота получается. Тоже возле ушек. Вот так. Вот погреешь. Глазки. Потом масочку пополам сворачиваю и вот так вот под подбородок. Ну, вот там маска теряет тепло быстрее. Полотенце ткани больше, оно сохраняет тепло дольше. И на шею. Три раза мы с вами сделали. Можно сделать четвертый раз, если хотите. Ну, у нас время эфира немножко ограничено, насколько я понимаю, да. Чувствуете, вот у нас лицо уже рудовенькое, красивое и влажное. Что мы делаем дальше? Мы берем любой любимый наш кремик питательный, улажняющий. И если хотите потом сделать на этот крем массаж, то лучше, конечно, взять жирный крем. Если вы собираетесь очистить кожу, ну, какую-то масочку тогда можно минеральную нанести, да. И также подержать на разогретку. Поры у нас готовы, у нас сосуды расширены, кровь прилила, и она, кожа наша готова впитать все, что на нее сейчас нанесут с двойной силой. То есть мы можем эту масочку, которую мы сейчас нанесем, у меня сейчас обновляющий эндемик, наносим на лицо, хорошим прямо таким слоем. Прямо не клеете? Вот она жирненькая носочка. Прямо мне нравится. На шуику нанесли. И можно, конечно, поделать массаж. Можно поделать даже тот массаж, который показывала нам Диана, да? Диана, да. А можно поделать такой массаж. То есть вот мы тут начали с лимфатических коллекторов. Лимфодренажится. Поделай, Амера, раз уж мы в эфире. Да, да, да. Пятя минута чего. Венеры прямо вот, Оль, прямо они меньше стали. Не так ярко выражено. Надо же как, с одного раза. Да, 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 да. Конечно, эффект постепенно пропадет, когда влага будет уходить. Но, тем не менее, вот эта вот процедура, она как скорая помощь перед каким-то мероприятием, если нужно хорошо выглядеть, привести себя вот в лицо, свое и шею в порядок. Перед каким-то вечерним выходом освежиться. Так, согнали лимфочку с шеи. Пошли на подбородок. Пошли. Легкими движениями. Не надо сильно давить, если мы лимфодренажимся. Начинаем пилить под подбородком. Это просто у меня девочки спрашивали, а как сильно давить? Я говорю, у вас жирный прям на лице? Или там вот это вот умывай, пассаж на умывающее средство, на пенку, на гель, да. Давить не надо, крути, скользя. Это лимфодренаж. Лимфа у нас терпеть не может надавливаний больших. Это вот вибрация и легкие прикосновения. Убрали. Пошли вот такой вилочкой. Растирать, начиная вот эту зону и вот эту зону. Легкими движениями, не растягивая кожу. Если сделаем вот так вот вверх, мы еще больше направления усилия наверх, мы таким образом стимулируем еще и наши ткани, чтобы они вверх у нас, вектор натяжения имели, а не вниз. Боремся с гравитацией. Дальше такой же вилочкой мы растираем зону вот эту возле глаз. А здесь уже лучше оттягивать к ушкам. Стягивать. Вообще вот я сейчас делаю это на питательную маску, которая из эндемикс. Немножко, немножко некомфортно. Я так думаю, что в первый раз я возьму масло, которое гидрофильное. О, сделаю. Если маска подсохла, нанести еще. А лучше сделай вот таким вот образом, отожми полотенце. Еще разок вот так вот приложи. Разогрей. Не надо только лицо. Ага, все. И потом продолжать. И еще разок ты можешь мазануть. Смотри, либо если у тебя кожа, вот она в принципе уже напиталась водой. Можешь даже поэтому уже продолжать. Но для эффективности рекомендуется еще раз нанести. Там, где ты будешь продолжать работать. Много маски в этом случае не будет. Вот она прям. Вот. Я прям добавлю еще. Мне хочется еще прямо напитать. Ну, потому что, ну, кожа сейчас все съест. Буквально. И лоб. Переходим. Если у нас вот здесь вот мы уже проделали, да, вот эту процедуру. Поотогнали. Так, на лбу что делаем? Обе. А, вот так вот. Да, да, да. У меня тут немножко бликует цвет. И вверх. И в сторону. Вверх и в сторону. Согнали. Солба. Вживательные мышцы. Вниз. Вот эти вот зоны этих лимфоузлов букальных. Двумя пальчиками. Гребешочки такие. Ой, щеки красные. Ага. Я говорю, что в бане из Уморта красная. Все равно. Действительно, вот эта процедура равна как бане. Вот мы в сауне где-то посидели. В русской бане даже там, где пар. Или вот в хамане. Дальше вот таким домиком под подбородок большие пальчики. Указательными. Вот так вот. Нежно, мягко сгоняем. Лишнюю жидкость. Вот сюда. Еще разок. И от ушек по шее. Вот так. Можно вот вы эти лимфоузлы. Лишнюю жидкость. Лишнюю жидкость. Еще разочек. И можно вот сюда догнать все, что нам не нужно. Подмышечные лимфоузлы выведем. И пропальпируем вот таким вот образом. Пропампажируем область подмышечных лимфоузлов. Очень полезно для груди вот это движение. То есть если зато какая-то мастопатия, боли передмесячными, тяжести в груди, вот это движение, оно вас будет просто спасать по тебе зной. И с другой стороны согнали лишнюю жидкость лимфоузлы подмышечные. Поставили. И техника молочного пакета называется. Мы как будто из молочного пакета выдавливаем тонкой струйкой молочком. Вот такая трясочка. Вот хорошо. Ой, отлично. Сейчас вот можно оставить еще минут на пять масочку. Вот она пусть до впитывается. Можно полежать, вот выйти из ванны и все. Как мы заканчиваем эту процедуру? Мы снова мочим в горячей воде полотенце. Я попробую заканчить. Ира, ты можешь не заканчивать, ты можешь через пять минут это сделать. Я вместе сделаю, мне так интересно. Просто масочка вот она там впитывается. Достаточно будет вполне десяти минут, потому что у нас разогретая кожа. У нас уже она увлажненная. Ну вот она уже съедается. Еще разочек прикладываю теплое полотенце. Приложили. Можно остатки как раз маски на полотенце таким образом. Но я сомневаюсь, что у вас что-то останется еще через пять минут. Оно впитается. Это я сейчас остатки убираю. Шея, подбородочек. То есть те же движения? Лицо, подбородочек. Лицо, да, и шея. Лишку можно убрать. Вот, мы убрали лишнее. Ну, опять, сам факт, что мы еще раз разогрели. И дальше нам нужна будет уже холодная вода. Холодная вода. Я сейчас включаю холодную воду. И уже я сейчас масочкой своей привожу. Максимально холодную воду, потому что холодно вам не будет однозначно. Мы как бы запечатываем то, что нам попало в кожу. Сосудики сейчас у нас стузятся. И не дадут, перестанут отдавать это в мир, так сказать, все питательные вещества. Они останутся у нас внутри. И так, масочку холодненькую. Даже не знаешь, что приятнее, холодно или горячее. Да, вот после разогрева вот эта вот холодная масочка. Это кайф такой. Это просто блаженство. На глазки. Вот, приложите, прохладные, прям вот на глазки. Подержи. Как стужила. Очень люблю эту процедуру. По идее, это можно делать каждое утро, но без маски. Не обязательно с маской. Это вот просто как процедура для улучшения. Если вам очень быстро, надо привести себя в порядок. Шейку. То есть мы делаем 3-4 горячих компресса. И завершаем одним холодным. И уже вид, ну, он совершенно другой. Вы себя не узнаете потом в зеркало. А потом на глазки, вот, сыворотки, тоник, сыворотки, кремушки. То есть уже на холодную кожу. Я вот знаете, что подумала? Ладно, пусть не каждый день. Но раз в неделю, по выходным, устроить себе такое, ну, точно можно. Да, с разными масочками есть. И каждую неделю, например. Да, вообще. И вот мы такие красивые розовые девочки. Там даже, скорее всего, мне понадобится крем. Можно тоником пройти. Тоником. Но вот по мне так крем не нужен будет. Даже несмотря на то, что я всего 5 минут держала маску. Смотрите, по ощущениям. Софтнером, софтнером прошлась. Потому что он, конечно, прямо сейчас кожа съела. И вот так приятно. Вот, 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 вот. Вот такая вот процедура. Очень приятная спашечка. Спасибо большое. Если будут вопросы, дорогие девушки, вот после... Мы, во-первых, сохраним эфир. Обязательно поделимся, как в прошлый раз. Лучше ссылочка на YouTube. Там будет вам удобнее смотреть. Вот. И если есть, будут вопросы, и сегодня, и даже на следующей неделе, вы вдогонку посмотрите видео, и к Ольге будут именно какие-то вопросы, пожалуйста, в чате, ждем. Мы для этого и работаем. Спасибо эксперту. Вас благодарю. Благодарю за то, что позволили мне выступить. Поделиться полезняшкой, которую я сама люблю, которую сама использую. Я вижу результаты. Спасибо. Вас благодарю за эфир. Задавайте вопросы, если что-то будет. Продолжение следует...